Добрый день, либо доброе утро, либо доброй ночи, кто когда решил посмотреть мой небольшой влог. Хочу сегодня затронуть такую тему про гистос, либо по-другому ее называют преламксия. Получается, мне было 20 лет, я сама столкнулась с такой болезнью, как гистос, на фоне беременности. То есть, получается, когда я не была беременна, например, или когда у меня, можно сказать, после беременности, у меня не было проблем с давлением. Может быть и было, но я не замечала и не контролировала, потому что, ну не знаю, живую-живую своей жизнью. Вот, я, конечно, не врач, не миссистратом и так далее, и не медик, но коль сама столкнулась с такой болезнью, поэтому у меня есть знания небольшие и, вернее, можно сказать, даже большие, потому что я на себе это испытала. Просто хочется сказать первородящим, неважно, сколько вам лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет бывает, и 40 лет первородящие, первородки, как говорится, да, первая беременность. Ну, в общем, тем, кто первый раз рожает, хочется сказать, чтобы они знали, что существует такая болезнь, как гистос и преланксия, возможно, в вашем городе или в поселке, может, где-то вы живете, вы просто живете своей жизнью и, может, даже не знаете про такую болезнь. Вкратце, что такое гистос или преланксия, это когда у тебя, может быть, даже в 30 недель, может быть, в 32 недели, может, в 34, ну и так далее, в общем. Ну, уже в последних сроках, может, даже бывает раньше у кого-то. Вот, у меня нашли в 36 недель вот эту болезнь. Ну, это все с первой болезни, с первой беременностью, то есть. То есть, у тебя повышается давление до, там, 150, 160 и выше, там, 140, это, повышается давление, и в моче у тебя находит белок. Это означает то, что у тебя переланксия гистос, и это означает, что у тебя плод не получает кислород. И в этом случае нужно срочно родоразрешение, то есть, вас нужно срочно, как кесарить, срочно кесарево, чтобы ребенок выжил. И не только, чтобы ребенок выжил, но чтобы и мама тоже выжила. Бывает такое, что в кому впадает женщина из-за этой болезни. Вот, могут плод спасти, например, он там выжил, успели, вот, а женщина, например, в кому впала. Если вкратце маленечко тоже описать, то, что у нас же есть плацента, вот, и через плаценту идет кислород. И ребенок, например, плод, да, он говорит, ну, не говорит, то есть, в общем, он подает сигнал. Мама, дай мне кислород, дай мне кислород, да, это, вот. Вот, а организм, ну, как бы, он, это, не может дать кислород, да, он не может дать кислород, и от этого повышается давление. От этого повышается давление, и образуется белок в моче. И вот именно белок в моче, он дает врачам показатель, то, что у женщины есть прелампсия, либо гистоз. Вот, в общем-таки, мне было 20 лет, и я такая думаю, о, типа, беременная, беременная, то есть, все бывают беременными, это не болезнь. Как бы, я еще поздно встала на учет, в 4 месяца, и у меня с первым ребенком, первая у меня была дочь, с девочкой у меня, получается, был токсикоз, жуткий токсикоз. Сейчас у меня изжога, постоянно изжога. Ну, сейчас я про изжогу тоже потом отдельное видео, наверное, сниму. Могу и тут, наверное, сказать, лучше бы, разницы нет. В общем, с девочкой и с мальчиком беременность разная. Вот, с девочкой у меня был жуткий токсикоз. Прямо до 6 месяцев меня, ну, полоскало. И даже свекровь говорила постоянно, ешь, а то скинешь, ешь, а то скинешь. Я помню до сих пор это. Она говорит, что хочешь, чтобы, это, ты же скинешь, ты же скинешь. Ну, типа, что... Она так думала, я не знаю почему. Вот. А я еще поздно встала на учет, 4 месяца. Встала на учет. И у меня был мужчина, гинеколог, дедушка такой, дедулька. Я помню до сих пор. Даже фамилию его помню. У него фамилия была Пидан у этого врача. До сих пор фамилию запомнила. Имя, отчество не помню, фамилию помню. Вот. Такой дедулька. Вот там живот, помню, измерял постоянно. Вот. Как его? Анализы там, не анализы. Все направление давал. Все я сдавала постоянно. И, получается, у меня было 36 недель. Даже, наверное, 35 недель было. Вот. Было 35 недель. И он... Ну, я прихожу к нему на прием. И он такой... Так, у тебя белок в моче. Тебе... Как его? Нужно лечь, полечиться в больнице. Он думал, что меня просто пролечат в больнице. И все будет нормально. Ну, видимо, он так думал. Хотя, может быть, он ничего не думал. Просто... Ну, в общем, он не думал, что мне нужна реанимация. Он даже не додумался до того, что мне нужна реанимация. Вот. Все, говорит, завтра ложишься. Он мне говорит. Это. Помню до сих пор. Вот. Завтра ложишься. Там недалеко от женской конституции была больница. В общем. Вот. Ложишься. Вот. Трудом будешь... Ну, как. Под наблюдением. Я говорю, хорошо. Все. Легла. Там какие-то были вещи. Маленечко для себя там. Но для ребенка ничего я не брала. Все. Ну, потому что я не думала, что... Мне же еще месяц ходить, как бы. Мне же еще 36... Ну, 35 недель. Это 36, 37, 38, 39, 40, 41. Это мне еще 4-5 недели. Ну, 5-6 недель даже, можно сказать. Ходить надо было бы. Вот. То есть она должна была в ноябре родиться там. Не знаю. А, 30-го ноября, например, должна была родиться, да? А родилась... Прокислилили 30-го октября экстренную. Ну, и все, значит. Меня положили. Иди, сдавай мочу. Все. Я пошла сдавать мочу. И заодно у меня давление... Это... Померили. У меня давление там 140 с копейкой. И врачиха такая, ну, панику подняла. Скорую вызвала. Она говорит, нет, тебе это... Надо срочно в реанимацию. А реанимация находится в перинатальном центре. Тебе в перинаталку. Все. Мне там... За меня что-то вещи. Где твои вещи лежат? Ну, я уже успела там разложиться. Там это... Вещи положила там в шкафчик. Это кроватку мне... Ну, спускали. Вот твоя кровать. Туда-сюда. Я даже не полежала на этой кровать. Потому что вот идитос дай, и это кровь дай, и туда-сюда. Все. И она такая экстрена. Скорую меня в перинаталку. За меня вещи собрали. Обменную карту дали. Вот. Ну, и все. И там, получается, перинаталки положили в реанимацию. Там я полежала чуть-чуть в реанимации два дня. Потом я говорю, я не могу в этой вашей реанимации лежать. Я себя нормально чувствую. И главное, в чем прикол у этого гистоза. То, что... Я, кстати, отекла очень сильно. Вот забыла сказать, что у меня там шея вся там водянистая была. Вот сейчас у меня косточка есть. У меня не было косточки, видно. Да? Вот этих косточек. Щикола тогда не было видно на ногах. Все просто вода. Вот как слоновость ног такая была. Я прям отекла. Это была просто вода. И все. Как его... Я говорю, я не могу. Я... Посмотрите на компьютер. Мне уже... Там компьютер такой был в реанимации такой у каждого. Там какие-то присоски. Ну, чтобы твое давление все контролировалось. Я говорю, все, я не могу. Говорю, больше. Можно мне, пожалуйста, в обычную палату? Ну, я такая молодая. У меня энергии много. Мне 20 лет. Что я буду лежать с мочеприемником? Каким-то мне там меняют. Ну, как бы, в общем, мне, ну, хотелось в обычную палату. Ходить нормально в туалет, а не с мочеприемником лежать там. Я не знаю как. Я уговорила. Она говорит, ну вот, давление спадет до 130 хотя бы. Мы тебя в перинаталку, ой, в палату переведем. Я такая смотрю. Вот, посмотрите, уже 132. У меня нормально. Я не знаю как. Я честно, я не знаю как. Они мне в палату обычную перевели. Я не знаю. Может быть, это была моя ошибка. Ну, раз я молодая, там, ну, вступила, как говорится. Может быть, это была моя ошибка. Может быть, не надо было мне проситься в эту, в обычную палату. Может, дальше бы лежало бы что-нибудь. В итоге у меня в обычную палату переводят. Я, ну, один день там, может, переночевала. На второй день хирург такой подзывает. У тебя, говорит, белок в моче не уходит. Он даже увеличивается. Что мы приняли решение тебя кисарить. Я такой, да как же кисарить-то? Мне же еще месяц ходить. Он такой, без вариантов. Потому что это такая болезнь. Я сейчас не могу тебе описать. Может быть, ты потом почитаешь. Как бы, да, что если сейчас мы тебя не прокисарим, то это, ну, там может быть такое, что ты в кому впадешь. И ребенок у тебя задохнется. А я, давай, плакать. Я говорю, я боюсь. Я не хочу. Ну, я молодая. Хоть мне и 20 лет было. Но я там сижу, что-то плачу. Вот такой. Ну, там такая, говорю, ну, можно еще недельку, чтобы 37 было, чтобы у меня, это, ну, доношенный ребенок был. Он такой, нет. Я помню до сих пор его слова. Уже прошло 12 лет. Он говорит, ей будет лучше снаружи, чем внутри тебя. Он сказал. Вот что-то типа такого. Ей будет лучше не внутри тебя, а снаружи. Что-то такое вот он мне сказал. Я до сих пор это помню. Вот эти слова, что он мне... Что ей лучше будет не во мне, а во внешнем мире, короче. И все. И я такая подумала, ну, ладно. Они же что? Они же учились. Они же не тупорылые. Они же врачи. Это хирурги, да все. И все я написала. Я говорю, а когда кисарить-то? Он говорит, через 2 часа мы тебя кисарим. Все. Я там мужу звоню, говорю, что это... Так и так меня через 2 часа прокисарят. Вот. Он там в такси еще, помню, работал. Он только отучился, получил высшее образование, но это еще не устроился. Так подрабатывал. Ну, в то время хорошо такси зарабатывали. Не было Яндекса, да все. Ну, это... На ЖД вокзале вот это встречал, это... Там кого-нибудь и это... Отвозил куда-нибудь. На ЖД вокзале таксистом работал. Все. И он там... Как его... Ну, все. Говорит, подписывай. И Коль вилят. Говорит, подписывай, подписывай. Я, говорит, на работе. Там, заказы, все. Я подписываю. Говорит, это... Говорит, все, подписала уже. И все, я помню до сих пор этот день. Вот. Ну, что меня прокисарили. Ну, в общем-таки... К чему все это, да? То, что прошло 12 лет. И в этот раз, в этот раз, в этот раз, фу-фу-фу-фу. Вот я с мальчиком сейчас беременна. Другая, совершенно другая беременность. Вообще. Отличается просто. Потому что, говорю, с дочкой я обливала. Ну, токсикоз у меня был, да? Дальше, чем видела, да? Постоянно тошнило. Постоянно это. Но я не знала, что такое изжога. Изжога я не знала, что такое вообще. А, и плод, кстати. Вот прокисарили 36 недель, да? Плод составил 2442 сантиметра. То есть она такая маленькая была. И я молодая. Я так думала, что рожу здорового ребенка. Она так здоровая. Она, в принципе, здоровая. Но просто что недоношенная считается. То есть мы с ней еще неделю донашивались. Я думаю, мы там месяц будем донашиваться. Мне такие мысли были. А мы неделю еще донашивались. Ну, ладно. Четыре дня в роддоме вот в этом. Потом нас в другую перинаталку отвезли. Там неделю мы донашивались. И потом как бы быстро выписали, в общем. Сейчас я не знаю, что будет. Будут ли меня кисарить, я не знаю. Вот. По этой беременности... Пу-пу-пу. Вот сейчас я зачитаю. Так. Вот. Основной диагноз. Ну, вот последний раз, когда я ходила, да. Сейчас я найду. Вот. Беременность 36 недель. Последний раз я была. Вот. Я сейчас... Я очень рада, что я в этот раз рожу доношенного ребенка. Потому что буквально через... Потому что буквально через... Сегодня у нас вторник. Четвертого... Ой, третьего октября. Завтра будет четвертая. Это среда. И вот пятого октября у меня будет ровно 37 недель. Аллилуйя! У меня второй ребенок доношенный. Это вот... Про разность беременности я потом влог сниму. Тема тоже прикольная получается. Про разность беременности. Какая... Ну, как с мальчиком ходилась, как с девочкой, да. Ну, с мальчиком еще хожу. Тут маленечко мне осталось. Ну, уже доношенный. То есть, я победила гистос, можно так сказать. Ну, может быть, я еще его не победила. Потому что беременность еще чуть-чуть осталась мне 26 октября рожать. Это сегодня четвертая 22 дня. То есть, я, можно сказать, победила хотя бы то, что он доношенный. Хотя бы это. То есть, победа уже за мной. Вот. А основной диагноз... Ну, когда я была в последний раз. Беременность 36 недель. Рубец на матке. Ну, как... Кесарева было. Его никак не убрать. Резос отрицательный. У меня кровь первая отрицательная. И мужа вторая отрицательная. То есть, нам повезло, что у нас с этим. Супнический гипотириоз у меня. Компенсация. ВСД по гипертоническому типу. Анемия легкой степени. Но я железо принимаю. У меня 102. Так. И с этой беременностью у меня прибавка весивая знатная. Вот. Тогда не было прибавки веса хорошей. А вот со второй у меня вот это... Чрезмерная прибавка веса. Ну, я много ем с мальчиком. Да. Я не знаю, почему. Ну, и причем... Ижога. Ну, с ижогой я научилась бороться. Потому что это был трэш вообще. Сейчас у меня... Бывает ижога, да? Ну, не такая, которая была. Я потом тоже, наверное, про ижогу говорю. Сниму видео, если надо. Так. Вот. Чего я хотела сказать-то? Про что? Где-то здесь было написано. Я вот точно не помню. Где-то у меня здесь было написано. В общем, еще такая книжечка вот такая выдается. Что-то я хотела сказать. Ну, вот про теотропный гормон, я думаю, никому не интересно. Вот. То, что с щедовидкой. Ну, тоже, в принципе, можно рассказать. В общем, с этой беременностью, фу-фу-фу, они наблюдают меня с этой беременностью. То есть я им объявила, что 12 лет назад. Они там по компьютеру пробили, посмотрели. Там же база-то единая по городу. Я с города никуда не уезжала. Всю жизнь в одном и том же городе живу. В общем, посмотрели. По компьютеру все пробили. И когда я приехала с моря, от матери, с Дагестана, с Чечни, можно так сказать. Она в Чечне живет, мама. В Дагестан мы просто ездили на море. В общем, когда я приехала через месяц, была ближе к 30-й неделе, чтобы мне идти надо было в декрет. И она мне говорит, раз я все это рассказала, с первой беременностью, что у меня было, они меня наблюдали все это время. Мочу сдавала на белок. Давление себе постоянно мерила. Таблетки мне прописали. Даже если нет давления, для профилактики ты эти таблетки пьешь. от давления. Даже если... А, для профилактики преланксии она мне прописала ацетила... Я со слова не выговорю, ацетила какую-то кислоту. Вот, не могу это слово выговорить. Тяжелая. В общем, прописала все таблетки она мне. Для профилактики я всех применяла. Ну, применяла. И отчеты и витки тоже. Тоже мне эндокринолог, которая прописала, тоже все принимала. С первой беременностью я особо таблетки... Я даже не помню, чтобы я какие-то таблетки принимала. Я вот реально не помню. Вообще нет железа, ничего. Вообще. Ой, нет этого. Да, для железа. Для гемоглобина. А сейчас я для гемоглобина... Все, все делаю. Все принимаю. И вот, коль, такое, что они за мной смотрели, наблюдали, благодаря этому, пока... Я сдаю каждую неделю, да, белок этот. Пока не нашли. Пока не нашли. И, ну, давление, честно так сказать, у меня, вот, ближе к родам, чуть-чуть стала повышаться, там, 125-130 бывает. Вот. Ну, она говорит, что скоро вызывай, чтобы тебя, это, увезли перенаталку, если у тебя 140. Ну, 140, ты помни, ни разу не был. Ну, максимум 135, ну, там, раз в неделю. Таблеточки попила, все, понизилась. Две таблетки в день пьется. И это. В общем, хотя бы я победила то, что у меня в этот раз будет доношенный ребенок. Что меня, ну, как, наблюдали за мной и наблюдают, что я так обрадовалась, когда она мне сказала, вот я к ней пришла 36 недель. Я думала, скажет, приходи в 37. Я так думаю. Ну, думала. Вот. Она говорит, ну, все, приходи в 38 недель 12 октября. Я такая, блин, круто. Я очень счастлива, что у меня будет доношенный ребенок. Я очень счастлива. Прям не передать словами. Потому что, вы знаете, 2400, это вот, не знаю, курица же бывает 2400 весит. Ну, курочка там, да, вот продается в магазине. Ну, ты чё? Это, ну, малышок. Это совсем... Я боялась ее в руки взять. У меня муж боялся ее в руки взять. 42 сантиметра. Это вообще малюсенькая куколка просто. А тут пу-пу-пу, дай бог. Ну, мне кажется, ну, три килограмма должно родиться, как бы, ну, если не больше, что будет доношенный ребенок, как бы, пу-пу-пу. Вот. Уже без разницы, кисарят, не кисарят, как бы, вот. И, в общем, так. Ой. Ну, в общем, это все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Хочется рассказать еще потом про изжогу, кому надо. Может, кому пригодится, кто страдает от изжоги. И хочется тоже выпустить такой мини-влог про разновидность, как я ходила с девочкой и как я ходила с мальчиком. Причем, я запомнила, как я ходила с девочкой, хотя пошло 12 лет. Ну, вот и все. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания.